Приветствую вас. Давайте разберём ваше сообщение, которое вы написали. Я прочитаю только первое сообщение и отвечу только на нулевое сообщение. Вот, то есть, да, на нулевое сообщение. Давно с собой замечать, что когда я совместно с мужем появляюсь в обществе, моя самооценка падает ниже Плинтуса. Ну, надо сказать, что как таковая, наверное, самооценка всё-таки не падает. Потому что самооценки как таковой не существует. На мой взгляд, человек не может себя оценивать. Он, в принципе, на это не способен, как не способен, ну, вот, в полной мере осознать, что он это, это он. То есть, у сознания есть ограничения. И эти ограничения работают в том числе здесь. Самооценка – это такое слово, которое обозначает, в первую очередь, соответствие того, что я о себе думаю. Соответствие, так сказать, всё в парадигме. Вот, это то, что я о себе думаю, мои представления о себе, то, каким я хочу быть или какой я хочу быть. Вот, значит, тому, что думают обо мне другие люди, по сути. Вот и всё. То есть, в этом уравнении нет, собственно, самого человека. Потому что, если я думаю, что я сильный, вот, если я думаю, что я сильный, то, ну, наверное, вот, сама моя мысль о том, что я сильный, уже вытекает из того, что я себя оцениваю и я себя сравниваю с кем-то. И когда я говорю, что нет, оказывается, я слабый, да, то это тоже происходит от того, что я сравниваю себя, опять же, с этим самым сильным человеком, которым я должен быть в сравнении с кем-то, если я там, грубо говоря, я равняюсь на кого-то. Ну, например, я равняюсь, там, на какого-нибудь спортсмена или, там, на какого-нибудь ещё человека. Вот. Поэтому самооценки как-то кого не существует. То, что происходит у вас, когда вы говорите, что она падает ниже принципа, это некая ваша психическая активность, вот, которая в первую очередь продиктована сравнением себя с кем-то. Ну, в частности, я думаю, что здесь, очевидно, напрашивается такой вариант, что вы сравниваете себя как бы со своим мужчиной, вот, вы сравниваете себя со своим мужем. Но лично я думаю, что, да, это может быть, то, что вы сравниваете себя с мужчиной, вот, но лично я думаю, что вы сравниваете себя не с мужчиной, а вы сравниваете себя с той женщиной, которая, по вашему мнению, должна быть с этим мужчиной. То есть, с той женщиной, которая, по вашему мнению, подходит этому мужчине, вот, с кем вы себя сравниваете. И поскольку эта женщина, с которой вы себя сравниваете, она идеализирована очень сильно, она, по сути, есть идеал, то вы всегда ей будете проигрывать, и вы ей проигрываете. Связано это с тем, во-первых, что вы отрицаете выбор мужчины, то есть, у вас есть сложность с принятием, принятием какой-то активности другого человека, вот, причем как позитивной, так и негативной, очевидно, здесь вот эта вот история имеет место быть. И, соответственно, можно предположить, что здесь есть проблема отвержения, есть страх отвержения у вас, с которым нужно работать, потому что это про ценность, про ощущение ценности, именно вот своей ценности. Ну и, помимо того, что вы сравниваете себя с вот этой вот идеализированной женщиной, и вы отрицаете выбор своего мужчины, возникает вопрос. А почему вообще у вас появилась вот эта вот конструкция, что есть какая-то женщина, которая идеально подходит вашему мужчине, вы, как бы, не эта женщина, и поэтому вы, соответственно, не подходите вот данному мужчине. Я думаю, что это связано, во-первых, с недоверием себе, то есть, это вот попытка убежать от собственного опыта, это в какой-то степени, ну, как бы, подавление проявлений своих, вот, страх столкнуться с этими проявлениями, страх, собственно, узнавать себя, какая я вообще, вот, что я из себя представляю, как на меня там люди реагируют, и прочее, 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 вот, это тоже такой момент. Недоверие себе, и, соответственно, привычка, вот, все вопросы связаны с недоверием себе, и все вопросы, когда нет каких-то четких знаний, вот, все ответы на эти вопросы искать у общества, у других людей. То есть, вы смотрите на других людей. Я чувствую себя маленькой, неприметной, некрасивой, какой-то не такой, и с изъянами. Ну, вот, тоже хотелось бы, конечно, как-то на этот момент обратить внимание, да, то есть, как бы, что происходит такого с вашим отношением к себе, с мужем, что вы начинаете так о себе думать, о себе думать, вот, как бы, наедине с мужем, когда никого нет, все хорошо, я так понимаю, когда вы, вот, значит, в обществе начинается вот эта вот история, то есть, как это вообще происходит. Совершенно очевидно, что здесь есть какая-то активность ваша психическая, и вы эту активность, как бы, ну, реализовываете, и вот она реализовывается вот в такой интересной форме. Лично я думаю, что, как бы, затык здесь в том, что вместо того, чтобы просто быть субъектом своей деятельности, вместо того, чтобы быть субъектом своей активности, субъектом своих чувств, то есть, присваивать себе все, что с вами происходит, и как-то выражать во внешний мир, вот, вы, значит, время, вот, равняетесь на вот эту вот идеальную женщину, которую вы себе придумали. Придумали. Вот. Дальше вы описываете то, что вы, значит, имеете определенный вес в обществе, ну, вот, вы пишете свои данные зачем-то, вы говорите, что вы там молодая, красивая, ну, как бы, все это очень субъективно, равно как и популярность у мужчин очень субъективная, вот, то есть, популярность у каких мужчин. Это вот очень интересный момент, равно как и то, что, ну, заинтересованные взгляды, это тоже больше про субъективность. То есть, ну, уже, как бы, давно достаточно известно, что определенная внешность привлекает определенных людей. Вот. То есть, это все очень субъективно и ни о чем не говорит. Если вы, вот, при своих параметрах появитесь в другом обществе, ну, на вас даже никто не посмотрит. Вот. Поэтому, тут абсолютно невалидный, невалидный аргумент, я понимаю, что вас он утешает, но абсолютный аргумент этот не является хоть сколько-нибудь, так сказать, ну, имеющим вес в текущем контексте. Дальше, ну, очень красивые комплименты, вот, как, вот эта фраза, очень красивые комплименты, меня, конечно, улыбнуло, потому что, ну, очень красивые комплименты. На мой взгляд, вообще, вообще, ну, вообще ничего не значит. Во-первых, они, эти красивые комплименты являются, значит, формой выражения человеком в себя. Вот, если человек предпочитает очень красивые комплименты, то этот человек достаточно специфический. На мой взгляд, он склонен к формализации, формализму, вот, к жесткому регламенту, к жесткой такой роли другого человека. Вот, то есть, есть ощущение, что вы и заинтересованы взгляды, и комплименты, ну, к сожалению, вы воспринимаете неправильно. Точнее, неправильно, а несколько, не совсем так, чем они являются. Вот, ну, понятно, что вы видите их через призму своих попредственностей, вот, но, тем не менее. Когда я одна выезжаю по своим делам, я все равно очень застенчиво себя чувствую. Значит, здесь у нас имеет место быть стыд. Стыд — это история про подавленную злость и агрессию на тех, кто вас стыдил. Очевидно, что так и были, иначе бы опыта стыда у вас не было бы. Вот, соответственно, на этих людей прямо сейчас вы имеете какое-то количество невыраженной злости и агрессии. Вот, и, соответственно, маскируете их под стыд, потому что хотите быть хорошей девочкой, ну, хорошим человеком. Вот, в терапии, в терапии это, значит, корректируется. Ну, не думая о себе, что я какая-то некрасивая, это прям, мощная комплимента, в принципе, низко. Опять же, комплименты ни о чем не говорят, как правильно, ну, в большинстве случаев. Вот, интересно, что вы вообще о себе думаете. Вот, точно такой момент, я хотел о нем чуть раньше сказать, но подзабыл, подзабыл немного. Почему-то у вас есть время думать о себе, вот именно думать, именно думать, что у вас есть время подумать о том, красивая вы или нет. Подумать о том, маленькая вы или большая, там, такая вы или не такая. Мне хочется, хочется спросить, а вы вот куда идете, например, с мужем, да, что вас вот такие мысли посвящают? Вы насколько заинтересованы в том, куда непосредственно вы идете в момент, когда вы ходите вместе? То есть, самое касается и дел. То есть, если у вас есть дела, это важные дела, ну, по идее, вам некогда должно быть думать об этом таком. Если у вас появляется время об этом думать, ну, я полагаю, что эти дела не сильно интересны. Когда я ему говорю о том, что со мной что-то не так, он меня пытается приобреть и сборить мои придирки к себе. Я думаю, что так вы получаете внимание, непрямым образом, знаю, что муж будет оспаривать. Вот, я думаю, что это такая манипуляция. Манипуляция, ну, немножко безобидная, но, тем не менее, манипуляция, которая нарушает естественный ход коммуникации. Вот, потому что я не очень понимаю, зачем вы говорите мужу, что с вами что-то не так. В том смысле, ну, в том смысле, какая цель? Вот, то есть, ну, вот, что-что было бы, если бы он сказал, да, что, окей, да, с тобой что-то не так. Ну, как было, скорее всего, было бы вам, мягко говоря, обидно. Вот, то есть, это вот интересный такой момент, на самом деле, интересный именно в своей абсурдности какой-то. Ну, значит, ну, вы говорите своему мужу, что, знаешь, со мной что-то не так. Вот, он такой, да, окей, я с тобой согласен, с тобой что-то не так, и вы обижаетесь на него. Поэтому это вот ваш способ получить внимание к себе. В чем, может быть, причина такой оценки себя в ситуации с мужем? Ну, об этом я сказал, мне кажется, довольно подробно сказал. И мне кажется, что ответ на вопрос, почему, в чем причина, вам ничего не даст. Это нужно корректировать. И корректировать это нужно на уровне того, как и для чего, зачем вы делаете то или иное. А причины, причины могут быть разными, причины могут быть из детства, причины могут быть из вашего прошлого, из вашего опыта негативного. Причины могут вытекать из ваших отношений с мужем, причины могут вытекать из определенных задач, которые вы решаете на данном этапе своей жизни. Абсолютно никакой пользы знание причин не несет. Поэтому не расстрачивайте свою энергию на это. А просто начните заниматься коррекцией, начните заниматься терапией. И, в принципе, я думаю, что все это можно будет корректировать. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. 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 Обращайтесь.